Всем привет! Вы на канале Слав.Точка и это первый в мире Соболь на 1 ГР. Полный приемный, между прочим. Если честно, то это не Соболь, а Баргузин. Я тоже в них особо не разбираюсь. Сейчас я вам покажу приколюху. Сюда мы установили клинья. Клинья поставили для того, чтобы маленько направить кардан на раздатку. Также переделали вот эти места крепления трубок. Для чего их переделали? Для того, чтобы можно было поменять суппорт. То есть тут было сделано, шланг был натянут. Вообще как струна. То есть если колодка стачивается, шланг его аж выдирало бы. Сделали вот такую петельку. Получается теперь в случае замены суппорта просто либо нижний, либо верхний болт отворачиваешь. Суппорта так откидываешь, меняешь колодки и обратно подкидываешь. До этого пришлось бы снимать либо штуцер, либо тут что-то отворачивать. Потому что его было бы не снять. Просто так все было настолько натянуто. Вот с двух сторон все сделали. Вот эти крепежи, не знаю, либо кто-то приварили, либо что-то. Их просто замяли. Вот сейчас просто вот так вот шланг. В принципе все. Вот. Трубки как были, так и оставили здесь. Ну как-то так. Так, теперь мост, ну поменялось, пришлось поменять две стремяночки. Вот. Передние стандартные остались, эти поменены. Также протачивались стулки сверху. Не знаю, видно. Видно. Не стулки, а эти, как он. Кронштейн под стремянки растачивался. Но это вручную все сделали. Так вот, такие клиния. Теперь по-человечески, хотя бы колесо более-менее по-человечески. То есть, когда мы ее поставим, колесо уже отойдет подальше. Оно и сейчас-то вот, грубо говоря, два пальца расстояния. А до этого вообще вот здесь колесо было. У нас уже в производстве наш подрамник, который вы видели в прошлой серии. Ну и в этой серии будем пихать мотор. Вот. В связи с тем, что у нас есть аквабластик, мы помыли переходничок наш. Между коробочкой и раздаткой колокол-переходной. Что делать с раздаткой? В таком случае, непонятно. Сейчас поедем на мойку, как-то это все надо отмыть. И понимание, как это сделать. Вот. Турбо-дело говоришь. Я думаю, у тебя все получится. Ладно, не хочу. До завтра обязательно. Я не знаю, как мы это будем отмывать. Но как-то ее надо отмыть, почище. Ну, не разбирать же ее. Ну, это, конечно, блять, жесть. Ладно, мы сейчас посмотрим, что у нас получится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И сейчас хоп-хоп это все свалить. Я все посмотрел, начинаем валить. Первая деталь готова. Далее это все на подрамнике, когда прикрепится, будет уже как-то проваливаться. Не знаю пока как, нас это пока не касается. Давайте варить вторую. 3, 2, 1, let's go. 3, 2, 1, let's go. 3, 2, let's go. 3, 2, let's go. Вторая деталь сварена, то бишь мы имеем вот такие вот подушки. И потом будем приваривать. Пока это убираем. Это говорит самое неинтересное. Сейчас самое сочное начнется. Самое сочное. Это у нас этот подрамник. Насколько он превосходен, да? Он просто прекрасен, да? Самое главное не забыть вот эти вставить, потому что потом их будет не вставить. Вот. Не забыть. Ах, как. Ах, как. Ах, как. Продолжение следует... 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 Остался один, я временно... А вы с кем двигатель сопротивляете? Живой, ё-моё, это просто все заболели как херам. Вовремя, всегда. В принципе, нам не привыкать. Работы вау, да. Выпускай. Он в это уперлся. Оставил я мотор. Ага. Блядь, сперва этот мост. Сейчас второй раз просчитываю. Слишком маленький зазор здесь, но его практически нету. Блядь, я не понимаю, как так получилось. Короче, просчитались не в ту сторону. Поддон, блядь. Не с той стороны, блядь. Твою за умеру! Плядь, блядь. Плядь! Сейчас, короче, буду переворачивать, делать так зазоры, что как мне надо, а потом, наверное, просто это обрисовывать. Хотя, блядь, не получится перевернуть никак. Все, что вы до этого видели, забыли. И начинаем заново переделывать много чего. А именно подрамник. Подрамник переделывать будем в третий раз. Первый раз мы сделали опоры, поставили, выровняли двигатель по коробке 3UZ. Мы же до этого выдовую делали, делали на сканы, не присрали этот двигатель. У нас все получилось, естественно, что-то может не получиться. Но когда мы закрепили мотор, физически вставили ее туда, обалдели от того, от расстояния между редуктором и колоколом. Там его практически не было. В связи с этим нам пришлось поднимать двигатель максимально высоко, чуть-чуть запиливать даже усилитель кабины. У нас, получается, вверх двигателя коллектор буквально два сантиметра до капота остается. И внизу вот у нас только-только все, короче, вот только-только все лазит. Нам пришлось еще на 8 мм лифтануть весь кузов относительно рамы. Это первое что. Далее, под отбойники я положил 8-мм шайбы, чтобы их чуть-чуть опустить ниже. Это второй этап, да. И только вот при этих всех условиях удалось установить туда двигатель вот с этим мостом. Но мост мы тоже будем переделывать, смещать на 3 см левее водительскую сторону, то есть яблоко. Потому что изначально он на 7 см был смещен в центру, поэтому у нас ничего не лезет. Вот, мы его на 3 сместим туда, кое-что там вырежем в мосту, в чулке в самом. И тогда вот у нас мотор только влазит. Вот, первый-то раз ошибку мы сделали, начертили все хорошо, но у нас не пошло. Второй раз обычно ничего не получается. Мы забыли, пока тут в Кутавасе то-сё бегали, забыли, что нам нужно маленько поддон будет. Сичку поддона чуть переместить, потому что у нас там рулевая тяга. Мы пока тут в Кутавасе, забыли про это, ставим таки, а куда поддон-то смещать будет. Ну и по итогу из того, что было, я вот так уже, чтобы точно не ошибиться, взял сместил, дырки насверлил, лоб сместил вниз, у нас все тут по углам, по высоте у нас все четко и сместил чуть опоры. Ну и сейчас вот уже отсканировал вот этот подрамник, чтобы уже точно попасть в цель третьего раза. Вот, естественно, вариант подрамника можно было бы установить такой, но не наш уровень. Нам нужно все переделать, довести это до идеала, отписочить, покрасить по расширковой красочке, чтобы он был просто шедевральный и тогда только установить. Да, долго, но тут надо выбрать уже с заказчиком, либо долго, красиво, либо вот такое и может быть побыстрее будет. Но надо же работать в кайф, мы работаем в кайф. Сейчас что идем? Сейчас идем отворачиваем оригинальные процветуманки Хэлла, выкидываем и ставим китайские. Пойдем посмотрим. У нас есть банка в Газели. Мы отвернули процветуманки Хэлла. Кто бы мог подумать? Хэлла. Хэлла. Видно? Ну, короче, они Хэллопские. Мы их отворачиваем и будем ставить МТФ, такие вот протитуманки, ближний и дальний. Как мы их будем ставить? Естественно, мы сейчас отсканируем бампер, отсканируем протитуманку и сделаем с жестянки, там с полторашки переходничок, который потом прикрутим сюда, к ней прикрутим протитуманку, то есть у нас будет какой-то такой переходник согнутый, сюда прикрутил, сюда прикрутил, сюда прикрутил, а тут она имеет регулировку. То есть вот тут она регулируется выше-ниже. Не знаю, получится у нас это с первого или не с первого раза, но, в принципе, я думаю, все должно получиться. Сделаем прорези, чтобы можно было при регулировке, то есть ее отпустить ниже, чуть приподнять, ну, типа вот так. Ну, короче, ход тут есть. Здесь она влево-вправо регулируется чуть-чуть, то есть протитуманки очень удобные для тюнинга. Вот у нее есть регулировка здесь, сейчас покажу. Вот, мало того, что она вот так регулируется, то есть влево-вправо, то есть мы сможем маленько доворачивать туда-сюда ее в этом положении, ну, и также вверх-вниз сможем регулировать, вот. То есть как-то все вот так, вот. Ну, я думаю, будет все четенько и красиво. Так что, если что, скоро в продаже крепеж под вот такие МТФ-ные протитуманочки появятся у нас. Ну, они, наверное, одинакового все формата, очень классные. Не знаю, у Хьюстона стоят. У Хьюстона стоят? Больше никого не стоят. У Хьюстона-то вообще, у него фары на газели с этим слайзерами за 100 тысяч. Ёб. Хьюстон, это отдельная тема. Сейчас мы что делаем? Сканируем бампер, сканируем протитуманку. Ну, и все. И делаем переходнички. Кто бы мог подумать? Хэллу снимаем и ставим китай. На наш крепеж, между прочим, все прикручивать то будем. Так что, если вам нужно установить протитуманки на машину, я помню на Рэнжа ставил протитуманки. Вот такие колхозные крепления делал. А сейчас есть сканер. Какой это кайф, а? Ничего руками не хочу делать. Только сканировать его, чтобы рисовали. Все. Ну, руками, естественно, что-то делается руками, но ты уже там пазлики складываешь. Круто, короче. Ну, и масштабировать это уже легче. Так, ну что, сканируем протитуманку. Как всегда, вот я своей рукой сканирую. Какой-то хороший маникюр. Да, маникюр вообще прекрасный. А еще фирма ScanForm делает прекрасные сканеры. Сейчас еще раз скажем. Скоро этот сканер будет продаваться. Он в идеальном, после Алибилда, шнурочек. Все вот прям, просто он сейчас как новый. А продаваться будет, потому что у них скоро появится на синем лазере. Когда не нужно будет поверхность мерить. И там скорость просто, я не знаю. Мне прям интересно, насколько он быстрее, но он намного дороже. Я надеюсь, нам хотя бы на тест-драйв предоставит компания Scalform. Хотя бы попробовать. Попробовать? Да, мне кажется, там нечего пробовать. Надо брать. Вот, сейчас отсканируем. Так что, если вам что-то нужно отсканировать, обязательно обращайтесь к нам. Так, а это мы отсканировали бампер Газели. С обратной стороны, получается. Ну, сюда пристрем протитуманку. Но это уже не да. Хе-хе-хе-хе. А, научишься, Мариш? Никогда. Времени не нашли. А на маникюр у нас время есть? А я девочка. Мне можно. А мне можно, да? Частота-то какая, да? А? Огромное спасибо Василию за поставку мотора. Вот этой резиночки не хватало. Все заказал, а вот эту резиночку не заметил. Три дня мотор ждал ее. Хотя можно было ее бы не менять, она в принципе резиновая. Я лох. Закончено. Вот так закончили. Сейчас КПП надо стегнуть. Четыре сальника поменять. Пам-пам-пам. И все. Остальное уже... Что? Свечки мутнуть это уже потом, когда она идёт. Запустим. Потом поменяем свечи. И так. Все. Конец серии. А в следующей серии увидимся. С новыми словами. Совсем прочее. их focusing за 60 ми explainами гот pay Chi coule. Спасибо за субтитры Алексею Дубри. Спасибо за субтитры Алексею ДубриараßeоЛy. Извлядь tissue лuce особо тысячами playing видео на наушнике ClickCitут управления сегодня. Somehow Библиару Conseх Audio. А я molta царапosi «доус да». И деньги вам еще интересны.